Доброе утро! Доброе утро! Книга принадлежала Пироговскому медицинскому студенческому обществу. Смирнов, кстати, был ее председателем. Каким образом книга попала в нашу библиотеку, выяснить пока не удалось. Несколько слов о профессоре Павле Васильевича Буржинском. Он читал теоретический курс фармакологии студентам медицинского факультета. Лекции были его основаны на новейших достижениях науки и пользовались популярностью у студентов. Не случайно, что их исследования получали золотые и серебряные медали университета. А вот как автор сам объясняет тему своей лекции. В последнее время в медицинской литературе весьма часто внимание ученых останавливается на вопросе о способности организма к самозащите против вредных на него воздействий. Поэтому я и позволяю себе представить очерк этого чрезвычайно интересного вопроса в, возможно, кратких чертах, насколько мне позволяют это сделать условия настоящего места и времени. Буржинский изучал, как действует на организм человека некоторые лекарственные препараты. И он призывал отказаться от курения и от употребления алкоголя. А также говорил о том, как важно закалять организм ребенка с первых лет его жизни. Конечно, и общество, и медицина с тех пор, как были написаны эти строки, сильно изменились. А советов, как вести здоровый образ жизни, сейчас больше, чем достаточно. И все равно мне кажется, что взгляды Буржинского сейчас остаются очень актуальными и востребованными. Очень нас еще интересуют и манеры изложения материала. Мы сейчас так не изъясняемся, а очень жаль. Книга переведена в электронный формат сотрудниками Государственной библиотеки Югры. А доступ к ней организован в интернете и на сайте президентской библиотеки. Читайте, познавайте и будьте счастливы!